Бетонное укрепление обнаружили случайно во время работ по реконструкции территории мемориального комплекса памятника двух героических оборон Севастополя Малахов-Курган. На стенах сооружения до наших дней сохранились несколько надписей, по которым поисковики пытаются восстановить историю подземелья. Помещение, бетонированное перекрытие в нем находится. Помещение, скорее всего, было жилое, потому что, как вы можете видеть, здесь находится тяговая труба, скорее всего, стояла печка-буржуйка. Это окно вентиляционное, знаете, вас, и практически полурасчищенный проход. Из артефактов, обнаруженных здесь, это фрагменты амуниции советских бойцов. Какие-то предметы еще предстоит отождествить сотрудникам, как более компетентным органам. Поисковики и историки высказали несколько версий насчет находки. Здесь, как вы понимаете, вот это помещение под асфальтом, под асфальтной дорогой, даже никто не мог предположить, что оно есть. Но по предварительным данным, это одно из помещений с инженерных сооружений, батарея Матюхина. В свою очередь, председатель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко отметила, что необходимо тщательно изучить историю и архивы, прежде чем создавать ажиотаж вокруг этой находки. Вот сейчас уже открылись похожие отверстия на ходы. Как только они будут расчищены, мы попадем в эти ходы. Возможно, там даже будут и останки человеческие, может быть, там какие-то предметы будут, которые помогут объяснить нам историю происхождения этого сооружения. Поэтому я не хочу сейчас его никак называть, делать никаких выводов, пока не увижу все собственными глазами. Заведующая отделом истории Великой Отечественной войны Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Агишева отметила, что в архивах сохранилось множество документов, с помощью которых еще предстоит по крупицам восстановить историю сооружения. Может быть, это и действительно октябрь 42-го года, если здесь могло находиться какое-то помещение, где находились наши военнопленные, предположим. В поисковике расчистили почти две трети помещения. Впереди еще много работы. Директор музея Николай Мусенко заявил, что находка стала для учреждения неожиданным, но радостным событием. В перспективе подземелье может стать еще одним объектом музейного комплекса «Малахов курган». Дарья Юхновская, Дмитрий Лелека, Севинформбюро